Друзья, всем привет! Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, потому что изначально я собирал информацию для записи одного сюжета, в процессе получился совсем другой сюжет. Но обо всем по порядку, присаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересно. Изначально мне пришла в голову идея о том, что нужно снять видеоролик, где я хотел бы с вами поделиться своими ощущениями от вторичного автомобиля. Ведь Toyota Camry для меня это первый автомобиль, который я купил с пробегом. Для того, чтобы не быть просто голословным, стать рассказывать о том, что я купил резину, я подумал, что с машиной нужно что-то сделать. Первым, чем я занялся, это была антикоррозия, потом я сделал полировку, кузов покрыл керамикой. Обо всем сегодня я вам это подробно расскажу. То есть будут такие короткие ставки, которые кто-то из вас скажет, что ага, одна реклама, вторая реклама. Но, друзья, я постарался сделать их сжатыми и по существу. В общем, будете смотреть и делать выводы. Были мероприятия, которые я должен был сделать, они уже были запланированы. Так, например, антихром. Я нашел компанию, которая была готова привезти автомобиль прямо действительно в свежий вид. Все снять, все переделать. Это стоило денег. Но в процессе всего этого я понял, что автомобиль, по сути, можно продавать. Как это произошло? Общаясь с ребятами, с кем я снимаю проект по газу, я спрашиваю, ну для чего нам еще нужна Камри? Вот по большому счету, ведь мы все сняли про газ. А они говорят, с одной стороны, да, и как бы автомобиль нам для этого больше не нужен. Поэтому выйдет шестая серия совсем скоро, где я подведу итоги эксплуатации автомобиля на газу. После этого машина мне не нужна. Вот на секундочку, сегодня суббота, выходной день 15 июня. В воскресенье 16 июня мы эту серию уже запишем. Поэтому, если вы смотрите этот видеоролик, значит автомобиль продается. Но вот если отмотать время назад, на начало мая 2019 года, приехав с Республики Беларусь, я решил, что с машиной нужно что-то сделать, вдохнуть в нее жизнь. То есть продлить ей жизнь. В любом случае, когда-то я думал, ее буду продавать. Соответственно, это мне будет только на руку. Первым, чем я занялся, это антикоррозия. Сами понимаете, что автомобилю 2013 год никто с днищем здесь ничего не делал. Если поддеть его на подъемник, он действительно будет такой ржавеющий, скажем так. Для того, чтобы не пошла сквозная коррозия, автомобиль нужно защищать. Это нужно делать как с старичкой, так и с первичкой, по большому счету. Именно об этом вы сейчас посмотрите. Кратенький сюжет, он будет 5-минутный, но он будет очень полезный любому из вас. Кто покупает новый автомобиль, кто покупает автомобиль с пробегом. После этого мы вернемся сюда и продолжим. А тем временем мы с вами потихонечку перемещаемся в компанию Краун. Это канадская компания, но мы находимся, естественно, в Москве, потому что это первое официальное их представительство. У них есть чудо-средство, скажем так. Оно называется Т-40. Что оно из себя представляет, я вам расскажу в процессе этой вставки. Друзья, вот он мой автомобиль. Значит, что мы сейчас в первую очередь делаем? Моем машину, поднимаем ее. И дальше я вам детальным пальцем расскажу, что мы будем делать и сколько это стоит и для чего это нужно. Поехали! Вот, смотрите, стоит бочка, в которой находится тот самый материал Т-40. Он сам по себе напоминает масло, то есть по своим свойствам. Здесь стоят специальные насосы, которые накачивают. И вот через эти пистолеты мы будем проходить места автомобиля, которые, скажем так, недоступны, не видны. То есть двери и так далее. Как это происходит? Вот покажи, пожалуйста, дырочку вот эту. Это так называемое технологическое отверстие, в которое мы будем добавлять наш материал. То есть сразу отвечая на ваш вопрос, а потом это начнет ржаветь. Иначе оно точно так же обрабатывается. Вот ее специальная заглушечка и ставится. Более того, сама компания дает гарантию. Для чего это нужно? Вот я вам расскажу на своем примере. Когда я покупал себе автомобиль Mazda 6, я знал, что я на нем покатаюсь 3-4 года, потом автомобиль продам. Поэтому никакую антикоррозийную обработку я не делал. Но все те, кто подписан на наш канал, помнят, что совсем недавно мы ездили в Республику Беларусь и снимали про нее одну из серий. Так вот там, когда мы подняли автомобиль на подъемник, было отчетливо видно, что все днище начинает ржаветь. Что бы я предложил по этой машинке сделать? Потому что уже начинает немного вот этот кузов ржаветь, да? По нашим дорогам. Сделать ей обработку. Антикоррозийную. Да, машина в идеальном состоянии, все хорошо, но вот антикоррозийную обработку сделать нужно. Многие скажут, ну я, например, получил такую услугу в подарок от официального дилера. Да, круто, когда ты что-то получаешь в подарок, но зачастую сами знаете, что дарит дилер. Все по мелочи, арки обработают и то хреновым составом, но на самом деле можете почитать отзывы. Когда вы хотите купить себе автомобиль, допустим, новый, и вы знаете, что вы на нем будете кататься более 3-4-5-10 лет, ну на длительное расстояние, да, на длительное время, однозначно нужно обрабатывать полностью. Не просто там арки, а полностью автомобиль. Человек придет покупать мой автомобиль, он поднимет его на подъемник и увидит, что машинка обработана. Но сами понимаете, то что из других автомобилей мой автомобиль сразу будет в плюсе. Важно соблюдать технологию. Вот сейчас мы подготавливаемся, да, то есть резинки мы обрабатываем силиконом. Это важно, это нужно делать, потому что, например, если попадет на него наш материал, тот самый Т-40, резинки будут подсыхать, они будут как бы скукоживаться. Обязательно обрабатываются все места вот в районе хрома. Вот это вот все дело нужно обработать. Если этого не сделать, то отсюда может пойти коррозия. В общем, вот казалось бы мелочи, а мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. На самом деле это занимает не так много времени, то есть условно мы сейчас на все, про все потратим 2 часа. Человек в специальной маске, пистолет у него в руке, все, он начинает обрабатывать наш автомобиль. Сначала скрытые места, после этого мы его поднимем, обработаем днище и все. Вот вам наглядный пример. То есть, понятное дело, что защита ржавая, ее мы тоже обработаем. Под защиту мы тоже залезем, тоже все это дело обработаем. В силу того, что это средство Т-40 попадет на нашу выхлопную систему, первые 30 минут, давайте скажем так, час, машина может дымить, парить. То есть, получается такой эффект, знаешь, когда стоишь, некоторые говорят, боятся, звонят, типа, ааа, у меня машина горит. На самом деле в этом составе нет никаких горючих смесей, то есть автомобиль ваш не загорится 100%. Соответственно, все вот эти элементы сейчас будут обработаны. Если бы это я сделал, например, там, или первый владелец на первом году, да, владение автомобилем, вот сейчас это все выглядело бы, ну, скажем так, как новенькое. Вы все прекрасно знаете, что изначально заводы все кузова оцинковываются, дается гарантия, там, 10-12 лет от сквозной гарантии. На самом деле оцинковывается далеко не все. Так, например, вот в этих местах есть тот же самый сварной шов, и, соответственно, там никакой оцинковки нету. Если вот сейчас это все дело не обрабатывают, то на будущее, понятное дело, то, что там не через 5-6-7 лет, то есть лет через 10, но все равно ржавчина, коррозия точно так же пойдет. Собственно, все. Значит, что теперь не нужно делать? Вот первые, там, день-два, по-хорошему, лучше не открывать окна, потому что сейчас в дверях есть материал. Первые полчаса-час может машина немного парить, дымить, кому как больше нравится. Ну и понятное дело, что первые несколько недель лучше, конечно, машину не мыть. Все. Я прекрасно понимаю, что немногие из вас хотят и готовы находиться в грязном боксе, потому что там обрабатывают, во-первых, там химия, вон тот бокс. Но мы заходим с вами изначально в сам офис. На самом деле, помещение выглядит довольно-таки достойно. Сами видите, офисное помещение, все чисто, аккуратно. Здесь у вас есть замечательная возможность посидеть, попить кофе. Вот стоит кофемашина, журнальчики. Друзья, присели, кайфуете, наслаждаетесь. На самом деле, услуга стоит 10 900 рублей, возвращаясь к цене. Это за все. Есть, понятное дело, по бюджетному варианту, там можно вложиться в 8 900. Но опять-таки, в описании к этому видеоролику останется ссылочка на них, для того, чтобы вы могли зайти, позвонить, пообщаться. Будете ссылаться на меня, что вы от Машкова, вам сделаю дополнительную скидку. Скажем так, полезная вставка для тех, кто покупает новые автомобили, либо для тех, кто покупает автомобили с пробегом и хочет защитить свой автомобиль от коррозии. Подчеркиваю, что антикоррозийная обработка по прайсу стоит 13 900 рублей. Если ссылаться, что вы от меня, она будет стоить 10 900 рублей. Продолжаем. После того, как я это сделал, я думаю, ну так, что нужно делать дальше? Нужно защитить кузов, нужно его освежить. Вот если вы сейчас посмотрите под определенными углами, машинка свеженькая, ну реально, она блестит. Все почему? Я отправился к одному нашему знакомому, у которого я уже был, когда продавал Мазду 6. Он нам делал полировку кузова, то есть химчистку салона. Почему я отправляюсь к нему, друзья? Вот сейчас, когда я вам расскажу, что он с ней сделал и перечислю ценник, вы просто офигеете. Потому что все те, кто обращается куда-то на сторону, ищут различные там лакшери сервисы, где детейлинг, фигейлинг, там цены просто космические получаются. Здесь же все было гораздо дешевле. Но при этом качеством работы я действительно остаюсь доволен. Цените сами. Сейчас мы переместимся к Лёхе и посмотрим, что он нам сделал с машиной. Мы с вами перемещаемся к Лёхе. У Лёхи я уже был, вы его в принципе знаете. Мы у него делали Мазду перед продажей, он мне делал химчистку салона, он мне делал полировку. Сейчас я приехал к нему с Тойота. Значит, друзья, в чем суть данного перемещения? Вы все прекрасно понимаете, покупая там 3-4-5-летний автомобиль, кузов все равно уже какие-то царапки появляются, выцветает, не такой симпатичный, становится как новый. В моем случае на самом деле ситуация куда печальнее по морде. То есть, есть элементы такие, с которым Лёху 100% не справится, в силу того, что их просто тупо надо уже перекрашивать. Здесь уже, так скажем, химчистка, детейлинг не поможет. Но, все остальное, какая задача будет? Сейчас почистим, нанесем несколько слоев керамики и самое главное для меня, это сделаем химчистку салона. Потому что, если сейчас вот так посмотреть детально, да, есть места, ну прям где чисто откровенная грязь. Просто самому натирать одну ручку не то, нужно делать все это в комплексе. Те же самые сиденья кожаные, от джинс видно то, что прям уже впиталась грязь, нужно все чистить. И вообще, когда в машину садишься, в силу того, что это 2013 год, конечно же стоит запах такой, ну относительно неприятный. То есть, чувствуется то, что машина такая уже, знаешь, бывалая. Соответственно, почистим, помоем, освежим, уже совсем другая история будет. Сейчас четверг утро, я оставляю автомобиль. И так, казалось бы, прошла одна секунда. Ну, на самом деле, прошли сутки. И посмотрите, что Леха сделал с тачкой. Парни, ну это реально новая машина. Вот мы сейчас заходим сюда. Блин, она вся реально блестит. То есть, он сделал полностью, покрыл автомобиль керамикой. То есть, сначала сделал полировочку, убрал весь мусор с машины, сделал керамику раз. Я вам сейчас показываю фары. Фары просто стали как новые. Ну, серьезно. Все, что нужно мне сейчас, пленочку покатать, чтобы на будущее хватило дольше им прожить. На машину смотришь, даже вот ближе подходишь по внешнему виду. А жила тачка. Диски. В силу того, что машина 2013 года, пробег большой, естественно, есть коцки. Но он их отмыл. Вот я сейчас смотрю, вспоминаю свои диски. То есть, действительно, диски стали гораздо чище. Антидождь. Покрыл антидождь. Вещь реально полезная. Потому что, когда едешь, обзорность гораздо лучше. Ну, серьезно. Все, кто понял, поймут, тут даже никакая реклама. Не нужна этому антидождю. Самое главное для меня салон, друзья. Но вот это совсем другая история. Действительно, машина стала более такая, скажем так, матовая. Потому что раньше все блестело. Жир и так далее. Это все было грязище. Сейчас в машину даже присаживаешься, запах стал гораздо приятнее. Ну, серьезно. Свежее автомобиль стал. Вот здесь он все пропылесосил, все убрал. То есть, ты в машину, понимаешь, садишься. Ты садишься. Действительно, свеженький автомобиль. Это важно для тех, кто покупает машину на вторичке. Понятное дело, не сравнится она с новой. То есть, ну, нельзя добиться эффекта нового автомобиля, чтобы прям запах был, как салон, друзья. 2013 год. Но факт в том, что за свои бабки, это не то, чтобы даже дешево. Вот за все, что он сделал, кнопочки, все помыл, все почистил. Друзья, 18 тысяч рублей. На секундочку, мне не нужно даже ничего рекламировать. Я вам расскажу так. Попробуйте, позвоните сами в любой детейлинг-центр в Москве, как вот мы с ним угораем. Luxury Village, Beautiful Life, просто Golden. Тебе только за одну керамику обозначить, а с полировкой в районе 18-20 тысяч. Реально, вот такая услуга на стороне в каком-нибудь Luxury Center будет стоить 40-50 тысяч рублей. Подчеркиваю, 18 тысяч, это с учетом скидки, ну, так бы она обошлась бы 20-21 тысячу рублей. Поэтому смотрите сами. Но факт в том, что мы продолжаем потихонечку дальше, в копилочку кидаем 18 тысяч рублей на обслуживание автомобиля, который ты купил с пробегом. Идем дальше. Я бы поступил нечестно, если бы рассказывал вам про плюсы, как все хорошо мы сделали с машиной, но не сказал бы про ее минусы. Так, например, если посмотреть на колесные диски, конечно же, есть притертости. Это раз. Второй момент. Если посмотреть, например, на бампер, ну, в любом случае его лучше всего покрасить. То есть, например, хром, почему я его хотел поменять, ну, ему уже все, ему уже конец, то есть решетка. Все это по-хорошему либо менять, либо делать антихром, что, на мой взгляд, будет интереснее смотреться. По водительской двери есть небольшая ржавчина, такой рыжик. То есть, видимо, когда открывал второй или, может, первый владелец дверь, прижался к бордюру, в общем, появился такой небольшой паучок, скажем так. В остальном, по технической части, я хотел отправиться в сервис, все сделать, показать вам. Но, по большому счету, я потихонечку подделывал машину по мелочам. Вот, там, фонари у меня сзади не светились, все это было сделано. По тех части, что нужно сделать? Парни, вот, честное слово, можете в это не верить, можете сомневаться. Правый шрус либо прочистить, либо полностью его поменять. Замена его обойдется примерно 6,5 тысяч рублей, с учетом того, что мы берем сам по себе шрус хороший. Это раз. Тормозные диски, передние, лучше, конечно, все уже менять в сборе. Диски плюс колодки. В одном из роликов про камри я говорил, что я проточу диски. Друзья, я имел в виду то, что я их проточу не саму, я даже сказал, не проточу, а подточу диски. Не саму поверхность. Диски не бьют, они хорошие. А вот эту вот кромку, боковинку, ее если подточить, то просто скрип не будет. Вот и все. Точить диски я не собираюсь. То есть, они в целом, на самом деле, еще в живом состоянии. Их еще можно так продлить жизнь, там, тысяч на 10-15. Задние диски хорошие. Ну, на самом деле, по меркам бэушке, тормозные колодки я для них купил. Все. Но кто купит, кто хочет, пожалуйста, поменяйте себе передние тормозные диски, задние тормозные диски, шрус. Все, друзья, больше здесь делать не нужно. Все вот эти вот рассказы, которые у нас были, там, соляной, там, что-то подтекает. Ничего не происходит с машиной. Ну, серьезно, куда ни приеду, никаких ошибок не вылетает. То есть, работает она ровно. Касаемо газобаллонного оборудования, это все будет в отдельной серии. Загоним автомобиль, сделаем диагностику, подключим эндоскоп, посмотрим цилиндры. В общем, все это дело проверим. А вот сейчас давайте с вами возьмем калькулятор и прикинем, что кто-то из вас хочет купить сегодня автомобиль на вторичке с пробегом. Мы будем рассматривать версии японских автомобилей, потому что немцы, это совсем другая история, к ней мы придем чуть позже. Но сейчас мы говорим про японца. Покупая этот автомобиль, 9 месяцев назад я за него отдал 1 миллион рублей ровно. После этого я ровным счетом с машиной не сделал ничего. Но, покупая автомобиль, он шел уже на лысой резине. Купить нужно было зимнюю резину, это порядка 20 тысяч рублей. Летом купить летнюю резину, еще порядка 20 тысяч рублей. Я покупал нашу резину, это Вятия, я вам про нее рассказывал, как зимнюю, так и летнюю. Отличная резина, кто бы что ни говорил, я вам честно говорю, я ее взял, попробовал меня устраивать полностью. Раз. Второе, это техническое обслуживание. Я приезжал в разные сервисы, как вы знаете, к официалам ездил и куда я только не ездил. В целом, когда вот переходишь на чистоту, все говорили, что машину в нормальном состоянии, в частности двигатель и коробка. То есть вопросов никаких нет, она не дергается, не пинается. Но изначально я сразу через Александра, я на него также оставлю ссылочку в описании. Это тот человек, про который я вам периодически рассказываю, когда мы про Мазду снимаем, который помогает мне запчастями, да и многим людям он уже помогает и на Hyundai, и на VAC, и на японцу. В общем, ссылка в описании, звоните, ссылайте, что от меня, он вам сделает дополнительную скидку. К чему я это говорю? Я через него закупил сразу комплект себе для того, чтобы менять масло в коробке. Но я этим комплектом так и не воспользовался. Вот есть все для полной замены. Почему? Когда-то я задавал вам вопрос, посоветуйте, кто занимается, кто мне может помочь именно для Камри поменять масло в коробке. Вы мне дали контакт, человек, который для Ютьюба снимает, у него есть какой-то свой сервис, также он то ли у официалов работает. В общем, я с ним связался, и он мне говорит то, что я могу сделать без проблем, я меняю полностью, но никаких гарантий я не даю. Мол, если вдруг что-то случится, коробка запинается, текай, текай с гордой, я не виноват. Поэтому я подумал, зачем мне туда лезть, если она ездит, фу-фу-фу-фу, реально не пинается, плавненько работает. Я думаю, ну, как говорится, работает, не лезь. Таким образом, весь комплект я оставил в багажнике, скажем так, и больше туда не лез. Техническое обслуживание я проводил два раза, то есть два раза менял масло, в силу того, что я езжу на газу, опять же, в другой серии, но масло реально в отличном состоянии. То есть кто бы там что ни говорил, масло сливаешь, оно мне люди говорят, типа, слышь, ты что там, 2-3 тысячи назад что ли менял? Хотя я обслуживание проводил раз в 10 тысяч. Вот этот автомобиль на момент моей покупки по документам чистился в двух ДТП. Когда я начал разбираться, первый ДТП, я вам напоминаю, люди сдавали задом где-то на парковке, были заменены фонари. Второй ДТП также была притерта, то есть вот здесь даже шпакли лежит, все. То есть удара какого-то сильного в бок, в морду не было. Именно поэтому я выбрал этот автомобиль, потому что когда я его искал, на тот момент было 35 автомобилей Toyota Camry 3.5 на Москва-Московскую область, там плюс 300 километров в области. И все эти машины были в отвратительном состоянии, то есть либо сильное ДТП, либо прям сильно ушатанное состояние. Когда мы сюда приехали, второй владелец заявил, что пробег здесь 116 тысяч. Естественно, мы понимали прекрасно, что ну не может такого быть, то есть по-любому пробег скрученный, но машина была действительно в хорошем состоянии. Есть подозрение, что первый владелец, а им был некий депутат, наверное катался на длительное расстояние, может быть в области жил, приезжал в Москву, то есть машина эксплуатировалась на трассе. В любом случае, любого, кто заинтересуется автомобилем, приезжайте, смотрите, зачем мне вам рассказ о том, что она в хорошем состоянии, смотрите, сами поднимайте его на подъемник, послушайте, что скажут люди. Если вы хотите купить его с точки зрения погоняться, я вам честное слово даже не советую. То есть 3.5 это грубо говоря для тех, кто хочет с комфортом передвигаться. Вот, вот это комфорт наземный, а это вот домой он полетел. То есть все, отработал день, министр, сейчас на дачу, там все дела, но не об этом речь. В силу того, что установлено газобаллонное оборудование, а ему цена 58 тысяч рублей на секундочку, как-никак на машину это вложено, расход здесь просто мизерный, при этом, как я вам говорил, да вы уже все знаете, что хочешь на бензине езжай, хочешь езжай на газу, все эксперименты мы делали, плейлист по газу, он остается на канале, никуда он не денется. Если вернуться на 9 месяцев назад, когда вообще ко мне первый раз пришли и сказали, давай-ка сделаем проект с газом, когда я понял то, что нужно будет купить себе бэушный автомобиль, хотя на самом деле на тот момент мне никто не предлагал продавать там Мазду, мне вообще говорили, найди человека, которому мы поставим газобаллонное оборудование, и ты будешь про него снимать, рассказывать. Я тогда подумал, блин, ну что это получится, если я сейчас кому-то поставлю, буду рассказывать про газ, а сам ездить на машине на бензине, ну это получится ерунда, сами же вы скажете, типа Димон, ты рекламируешь газ, а сам ездишь на бензине, ерунда. Я купил этот автомобиль. Когда я его покупал, у меня тогда был вопрос, я думаю, блин, вот вторичка, первый раз, каково это вообще будет. Друзья, вот по течению времени я вам могу сказать одно, вообще пофигу. То есть, когда ты покупаешь новый автомобиль, да, конечно, кайф, ты выходишь, садишься в него, вот этот запах нового автомобиля, все чистенькое, все аккуратненькое, все идеальное. При этом ты за каждую царапинку постоянно трясешься, скольчик увидел какой-то, ого, постоянно мыть машину гоняешь, во дворе ее там в опасном месте не оставишь. Когда я купил Camry, я приехал во двор, естественно, для меня все равно это был как новый автомобиль, новые ощущения, новые эмоции, прикольно было. Я еду, но сначала на душе была какая-то грусть, знаешь, едешь, блин, ну вот машина такая, вот действительно, в ней чувствуется былая жизнь, что кто-то на ней уже поездил, какой-то возраст даже в машине чувствуется. Я еду, я молодой парень, я хочу там левее правее, думаю, блин, тачка не дает таких возможностей. Вот только по прямой, либо, как вот многие рассказывают, надо переделывать подвеску, пружины менять, колеса другие ставить. В общем, то, чем я уж точно не хотел заниматься. Но огромный плюс, что я ее покупаю там 9 месяцев назад за миллион, при должном обслуживании, при должном содержании, а вы сами все это видели прекрасно на видео, машину я сегодня могу также продать за миллион. То есть я ниже миллиона ее даже не планирую отдавать. Я надеюсь, что продам я его оперативно. После этого мы покупаем другой автомобиль, покатаемся на нем летом, потом будет зима, где начнется все самое интересное, на мой взгляд. Естественно, буду стараться побольше ездить, больше снимать видеороликов полезных, детальных. Я обращаюсь за помощью в покупке, естественно, к подборщикам. То есть искать новый автомобиль мне поможет Стас Асафьев, а именно его коллеги, то есть его сотрудники, которые занимаются автомобилями. Как вы поняли, это будет BMW какая? Почему такая? Я расскажу вам позже, когда мы ее только купим. Нам нужно делать выводы. И первый вывод здесь следующий. Если вы отправляетесь на вторичку покупать автомобиль ценой миллион рублей, вы посмотрели его, вы понимаете, в каком он техническом состоянии. Я в любом случае рекомендую вам как минимум тысяч 50-60 сразу заложить на этот автомобиль. Вот вы купили машину, загоняете его в сервис, естественно, вы сразу поменяете все жидкости. Вы сделаете химчистку салону, вы сделаете полировку. То есть какие-то, возможно, косячки будут по кузову. Но таким образом вы, когда заберете этот автомобиль, вот в первую неделю, если вы все это с ним сделаете, вы поедете, вы будете ощущать его как новый автомобиль для вас. Зачастую, если это откладывать на потом, то потом это уже не происходит никогда. Ты ездишь, самое главное, заводится и все. Но я вам рекомендую даже поторговаться с продавцами. Все они торгуются, все они там десяточку, двадцаточку, тридцаточку скинут. Вот эту машину продавали за миллион пятьдесят. В итоге полтинничек мы сбили в день покупки. Хотя человек сказал, типа, не, не, он увидел то, что мы ее все готовы покупать. Не, 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 не скину, все, он скинул, был доволен, когда ему отдали лям. Так что вот такие ситуации, делайте выводы. С точки зрения вторички японцев, конечно же, я ставлю лайк, я их рекомендую. Не обязательно Toyota, Mazda, рекомендую покупать Honda. Действительно хорошие автомобили. Все самое главное найти, в каком он состоянии. Потому что и Camry есть такие, что, фу, просто под жопу ей она не нужна даже за пятьсот тысяч рублей. Хотя за пятьсот тысяч рублей, если купить, то можно ее переделать под себя вот до такого состояния. Друзья, продается автомобиль, один миллион рублей цена ему. Поэтому, если вам интересно, я оставляю все контакты с собой в описании. Переходите, звоните, пишите. Превью, вот заголовок этого видеоролика будет называться «Продается». Как только машина будет продана, он будет поменен на «Продана машина», чтобы вы понимали, что все, машинка ушла. Мы едем дальше. Дальше у нас будет очень много всего нового. Будет много различных машин, будут разные тематики. Готовятся спецсюжеты, специальные репортажи. В общем, я стараюсь сделать для вас интересные познавательные видеоролики, чтобы вы дома пришли, сели под чаек, посмотрели душевно. Все будет классно. Когда нас на канале станет 150 тысяч акционеров, мы снимем отдельный видеоролик. Я вам расскажу, что вообще сейчас происходит на YouTube с точки зрения творчества, с точки зрения заработка. В общем, будет очень много полезных тем. Поэтому оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на Instagram-канал, потому что там всегда выходят реально только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Все контакты со мной в описании. Кому-то эта красавица достанется всего за 1 миллион рублей, и он не будет сдать с ней проблем. Друзья, до новых встреч. Всем пока-пока.